что привело шея замечательно что именно с шеей вот сразу смотрите за руками опять же первое движение было с обеих сторон вниз значит болит сильнее всего где вот здесь все очень просто вот реально очень просто дальше какое-то движение вызывает дискомфорт или усиливает дискомфорт а сейчас всегда спрашивайте за сегодняшний сейчас момент потому что что у вас болит доктор у меня болит все замечательно а что болит сильнее всего и давайте там вот три месяца назад у меня болела вот там нет вы вот сейчас пришли расскажите мне про сейчас потому что многие любят там древом мыслью древо пройтись так сейчас где-то у нас был рабочий скребочек я буду все показывать таким же скребом который будет и у вас медный медный скребочек так давайте наверное ножки туда сами туда пока все понятно вот человек ко мне пришел на прием я знаю где у него болит когда болит во время чего болит салфетка раз масло спирт ну в любом случае можем найти квадратный сантиметр типа работать если там будет родинка на все буду работать максимально приближенно к родинке еще по родинкам а будут по таким до чтобы не спокойнее работалось я беру просто ставлю сюда палец тогда могу спокойно не думать что где-то я там кашляну и зацеплю то есть палец поставили все не было такого количества это только если какой-то дикий папилломатоз когда там вот ну ну это очень редкий случай игла тогда игла иглу уж вы точно найдете куда поставить так всем видно ребят можете подойти теперь по движению фасции я беру кладу обе руки и начинаю потихоньку такими движениями обычно я представляю себя в голове часы циферблат и вот я начинаю двигать ну условно показывать про шею забыли да сюда идет хорошо сюда идет хорошо сюда хорошо а вот сюда плохо то есть нет того движения как будто что-то цепляет и вот как по дорожке я иду и ищу где она цепляет самом начале здесь объем движений хороший то здесь вот посмотрите здесь где откликается кожа здесь она вот движется в этом положении и скребком я и буду как бы давать движение подергивая от того места где она не движется дина слиплась понятно объясняю точно я не делаю скольжение по коже я положил скребок чуть-чуть надавил и делаю такое движение то есть мне постоянно нужен кожный отклик я когда работаю я всегда подергиваю кожу увеличивая объем движения то есть мне нужно чтобы она скользила во всех направлениях одинаково хорошо уровень угол наклона роли не играет это в гуаша до 45 сверху вниз и мы пошли чесать здесь ними не имеет смысла здесь самое главное чтобы я дергал глубже лежащие слои подергивал их и давал возвращал объем движения скольжение тканей он по поводу разогрева видите кожа уже краснеет если я буду уходить глубже тогда я буду ставить скребочек делать это все медленнее но это уже будет работа не с фасции это будет работа с мышцей пока что я начинаю все вот таких вот поверхностных движений можно попросить что можно попросить немножко и голову вывести вот так и вот потихонечку от того места где мне показали можно зайти на волосистую часть головы скребок как медиатор он хорошо проводит все ощущения тканевые то есть где песочек где будет как крупа где будет как фасоли на триггер рукой так не не получается ощутить эти нюансы каждое движение видите если вы делаете а кожа не движется вы делаете неправильно я ухожу чуть глубже и подергиваю кожу здесь она движется так себе ведь я немножко скребком гуляю это как вот слабовидящий который палочкой он палка гуляет для чего чтобы понять направление движения и границы и когда я скребком вожу вот так где-то скребок будет идти легче там с до более-менее здоровая ткани где-то он будет идти хуже я всегда буду возвращаться там где хуже и буду идти по такому своеобразному руслу вот я поработал совсем чуть-чуть голову выравниваем попробуйте покрутить еще раз что поменялось сколько я поработал я сильно вспотел вам все равно какая-то будет шею серьезно вам все равно каких размеров вам придет спортсмен тяжелый атлет видимо когда на это сможешь со своим думаешь какая-то дичь но это реально только когда вы сейчас начнете тереть эти ткани я до этого дошел я точно также увидел в инстаграме картинку побитой спины прочитал что это гуаша думаю мне нужна эта техника я тер лет пять в конце концов приходит понимание что тереть сильно не нужно это раз даже при видимых всех проявлениях если процессы какие-то идут глубже скребок всегда будут будет вязнуть иногда вы скребком не будете ощущать никакого ни песочка ничего будет идти гладкая красивая мышца он будет идти тяжело я не могу объяснить по-другому потому что это чисто практицизм это только нужно вот ну через это нужно пройти прожить есть понятие в медицине складка кэблера то есть когда берешь складочку и начинаешь его по телу перекатывать везде она должна перекатываться спокойно свободно без залипания и безболезненно для пациента этот примерно из той же серии если где-то есть проблема скребок будет вязнуть он будет остановиться до чем больше волос тем больше масла но опять же не совсем так неправильно это если банку ставить нет отставить по скребку можно работать через футболку вы прижали через футболку и точно также подцепили брить сразу не брить тогда а стрич машинка да но тогда скребком скорее всего начнутся проблемы потом с фолликулой сто процентов будет раздражение так как бы это до лучшего опять же через футболку хорошо работает реально но опять же это редкий случай такой приходит работаем со вторым всегда работаем с двумя сторонами начинаем мы работать с той стороной опять же которая беспокоит больше всего но всегда мы работаем парно иначе перекосит но чекста и сам просит ты ему сделан бы над а теперь здоровая как будто нездоровая сторона точно также я вывожу для чего я вывожу то есть это сразу усиливает эффект скребка можно поработать в таком положении чтобы все глубже проработать можно вывести в ту линию которую мне показали то есть я вы уже видите специальная выложу не вот так не вот так и вывожу ту линию которой мне было нарисовано пациентом и и натягиваю так будет еще глубже эффект а можно попросить делать то движение которое беспокоит и в этот момент работать так будет еще больший эффект хорошо так на икроножных когда пациент прям делает выходы на носочки вы конечно на корочках сидите и чешите то есть в нормальном положении в наклоне и в процессе в работе это все вот будет усиливать эффект скребка опять же работы идет минимум не таким образом отработал пока я работаю скребком я ощущаю где триггеры находятся потом я укладываю пациента ставлю иголочки то есть вот на нее у меня был моей работы было минут 15 от силы там если с опросом со смотром и с работой средний мне сеанс идет 40 минут вот здесь прям просится она прям слышно как как вот по старой стиральной доске знаете как у женщина еще стирали вот подойдите сюда смотрите сейчас по поводу контролируемой травматизации эпитехи вот они на чуть-чуть вот смотрите сейчас потерпеть я всегда человека предупреждаю что для того чтобы вот сейчас нужно ниже стюни когда то есть все это в комфорте но если надо это буквально несколько секунд я его предупреждаю сейчас немножко нужно будет потерпеть я усиливаю нажим все вот этого достаточно не надо делать больше они сейчас через минут 15 еще больше проступят и вы можете просто промахнуться это как с готовкой мяса если вы вытягиваете из духовки уже готовое мясо оно будет сухое если вы полу там чуть-чуть чтобы оно было сырое оно дойдет это правило хорошего этого стейка ну как сейчас общение в шее мы сюда к эта сторона сейчас опять же это неполноценный сеанс это вам показываю принцип работы мы сейчас разделимся на пары можно как стопосить одинаково ли везде что движение ощущается или где-то все-таки дискомфорт везде нормально вот здесь больше не болит но при поворотах я не чувствую боли здесь оставим сейчас на напарника доработать понятно сейчас что мне от вас нужно вы раздеваетесь и ищите ткани где движутся один движется когда находите зовете меня если вы поймете что вы ищете этот принцип скольжения он все равно будет с какой частью тела вы работаете просто на шее это проще всего мы и триггер будем колоть первые на шее так удобнее всего если вы поймете вы можете работать ночью без фонарика столовой ложкой понимаете больную спину вы сделаете так что человеку станет легче вы положите ручку свою представите циферблат и начнете идти так там на 6 часов нормально на 9 часов нормально на 12 ненормально мы уходим на 12 значит вот у нас линия мы с этой линии работа там где не двигается да да то есть вот у нас часы да вот движение ткани вот сюда она отлично сюда отлично вы сейчас поймете о чем я говорю после пока непонятно сюда отлично а сюда но будет как будто здесь приклеилась будто здесь пуговица стоит и дерг-дерг-дерг-дерг-дерг-дерг и находите слепое пятно такое где именно вот эта дисторсия есть вы тогда берете ставите скребок не вот это движение а вот это движение то чтобы подергивалась ткань и потом смотрите а движение вернулось полном объеме и человеку стало в этот момент легче у него увеличился объем движений в принципе можно иглу даже не ставить потому что все но найдутся эти люди которые не захотят иглу но есть такие и им лучше не ставить у нас был замечательная была студентка девочка которая все нормально все хорошо второй день мы начинаем ставить его есть ставят иглу в страпецию начинает как экзорсист сгоняющий дьявол накричит вытащите вытащите пена изо рта то есть она сама не знала что не будет такая реакция китайцы называют это аллергия на иглу то есть единственное правило это это паника да и человек сам об этом может даже и не знать единственное правило по его мне ставить тем кто не хочет